Насчет осознанности повседневной жизни многое зависит от того, чем мы искренне увлечены. Мы можем даже страдать и говорить, что это нас мучает, это угнетает, но при этом человек может не замечать, что он на самом деле искренне этим всем увлечен. Потому что когда наш объект искреннего увлечения становится еще какой-то, помимо текущего, наши молитвы какие-то, наши устремления к Высшему Я, к Богу, становятся искренними, и человек с чистой душой начинает санкальпы какие-то провозглашать для того, чтобы ситуация разрешилась. То есть он искренне всей душой желает разрешения ситуации. И так как у него теперь есть какие-то внутренние альтернативы, он даже предвкушая эти альтернативы их как бы использует. Даже человек говорит, что вот такая жизнь, карма такая, он просто объясняет, оправдывает ту ситуацию, которая есть. С этим каждый сталкивается. Это не какая-то вот индивидуальная ситуация. То есть когда человек действительно искренне пришел к тому, что его вот реально это уже надоело, достало и хватит, он начинает стремиться к чему-то еще, к большему. Это не значит, что вот он должен прям все оставить, бросить, сломать, кинуть и побежать к чему-то лучшему. Может оказаться, что поменяется взгляд на ситуацию и уже этого может оказаться достаточно, чтобы она вот хотя бы внутренне начала разрешаться. Хотя объективно люди, ситуации, места, все может оказаться прежним поначалу, но внутренние ощущения тоже стать другим. Заряд внутренний от того, что происходит, может быть другим. Многое действительно зависит, наша вера в Бога зависит от того, чего мы на самом деле хотим искренне всей душой. Как только вот приспичивает, грубо говоря, человек начинает молиться так нормально и не боится, но он перестает бояться тех изменений, которые за этим последуют, что говорит о том, что он действительно Богу доверяет и готов довериться тому, что после этого станет происходить. может быть страшно, может быть там как-то неуютно, может быть непонятно, может казаться, что ты вот еще чуть-чуть как бы крыша поплывет. Но это эго цепляется за привычное. Я не скажу, что я преодолел все проблемы в своей жизни, все ситуации, но то, о чем говорю я, говорится и мне. Сложно для меня ситуация. Потому что ты как бы, ну, встрепнись, очнись, как бы, посмотри, у тебя есть альтернатива. Если ты не веришь, что у тебя есть альтернатива, значит будешь жить в том, что как бы есть. Если вот прям захочешь верить, будешь, как бы, и ты чувствуешь, и не обманываешь себя насчет того, что альтернатива все-таки в жизни есть, тогда ты как бы откроешься, проявишь смелость, какую-то решительность, и как-то все или быстро, или медленно, или постепенно начнет как бы меняться. У нас есть интуиция, у нас есть какой-то диапазон собственного понимания, возможностей их применения. Значит, нужно пытаться задействовать и применять. Если мы действительно верим в силу, как бы, Абсолюта, Бога, Всевышнего, милость свыше, ну, можно предположить, что хуже не будет. Наши страхи, стремление все устаканить к рутинности, они стандартные. Это стандартная форма инерции, которая отделяет тех, кто чего-то добился, от тех, кто не сделает там, и все. А мир, он как бы в этом плане вот такой, и, соответственно, должен кто-то там место занимать. И та, и та, и та, и та же та. Какая-то нишевость, как бы, чтобы была. Чтобы мироздание равномерно заполнялось всем проявленным бытием. И все. И инерция, она, сдерживая какие-то формы само-манифестации, превращает какие-то свободные энергии в несвободные, какие-то подвижные в малоподвижные, какие-то неинертные в инертные в той или иной степени. Все, мы имеем разные планы материального и духовного бытия.